Рост Турин задумался над вопросом создания бренда черноморской кухни. Компания планирует разработать целую стратегию по продвижению кулинарных шедевров российской ривьеры. Мысль о проекте родилась прямо посреди гастрономического фестиваля Ода-Еда. Сейчас он проходит в Абрау-Дюрсо. Видимо, представитель федерального агентства по туризму, ну очень вдохновила после игристого кулинарного разнообразия праздника. Такой проект убивает, по сути, сразу двух зайцев, и туризм развивает экономику. Благодаря бренду черноморской кухни будут развиваться существующие в этой отрасли предприятия, увеличив выпуск продукции для внутреннего, так и для внешнего рынка, по идее. Да и бизнесменам плюс, сколько можно будет открыть новых ресторанов и кафе на побережье. Бренд в переводе с английского означает клеймо. Сейчас я так чувствую, мы его и поставим на черноморскую кухню. Мы решили разгрузить чиновников с Ростуризма, в которых, не дай бог, завтра будет болеть голова после Абрау-Дюрсо, и упростить им задачу по созданию логотипа, причем совершенно бесплатно. Первым на ум приходит Тритон, или Посейдон, или даже Черномор. Вариантов множество. В руке у него должен быть, конечно, трезубец. Вот только вопрос, а что накалывать на такую большую вилку? Веганом у нас такой персонаж никак не представлялся, при этом к обидателям глубин он милостив. Как нам кажется, свои все-таки, так что пусть ест курицу. Для особых ценителей экстремальной черноморской кухни мы решили приготовить чайку. В прямом смысле, такой вот милый сочинский фастфуд. Если птичку все-таки жалко, тогда, пожалуйста, рыба, у нас как в самолете. Русалку тоже жалко, все равно кем-то жертвовать придется. Это еще у Андерсона прописано, так что примерно так. Ну а что, блюдо два в одном, и рыба, и мясо. Ну и пока в Ростуризме составляют меню, думают над логотипом, мы решили сделать свой заказ, что точно не стоит добавлять в черноморскую кухню. Отодвиньте обед, сделайте глубокий вдох и будьте осторожны. Некоторые изъявств, безусловно, не для деликатных желудков. Итак, жареных и хрустящих тарантулов готовят в Камбодже. На рынках и в маленьких магазинчиках местные жители предлагают такое лакомство для туристов. Купить эту хрустящую закуску вы можете у гуляющих торговцев, которых в королевстве предостаточно. Вы даже можете поиграть с живым пауком, а потом, видимо, съесть его или угостить кого-нибудь из друзей. Ну что, вкусно? Как ты могла позволить, чтобы я взяла это в рот? Господи, всемогущие! Этим должны кормить в аду! В домашних условиях морские свинки – милые, прелестные животные, на которых приятно смотреть, но на тарелке с рисом они будут выглядеть менее очаровательно. Семейство перуанских морских свинок – это источник пищи для деревенских жителей, проживающих в вандах. Их мясо очень питательное и содержит много белка. Но учтите, со своими питомцами в домашних условиях лучше не экспериментировать. Барсик, барсик, кис-кис-кис-кис, иди сюда, я тебе ки-кис! Исландский деликатес харакал, поговаривают, имеет приятный вкус, но само приготовление и внешний вид не столь приятный. Этот деликатес традиционно делают из потрошенной китовой акулы, которую опускают в закваску на три месяца, а затем делят на куски и подвешивают их еще на несколько месяцев, чтобы они высохли. Запах от этого деликатеса отвратительный, но вкус считается достаточно приятным. Правда, не все могут с этим согласиться. Ай, какая гадость, какая гадость, эта ваша взрывная рыба. Ну вот этого наверняка точно не будет в меню черноморской кухни. А что будет? Давайте порассуждаем с генпродюсером фестиваля Ода-Еда Артемом Балаевым. Артем, приветствуем вас в эфире Лайфа. Как слышите? Добрый день, отлично слышу. Ну вот смотрите, Ростурин предлагает создать бренд черноморской кухни. Как вы думаете, что туда войдет, войдет и будут ли, скажем так, экзотические какие-то блюда? Ну вы знаете, я еще не могу себя назвать большим знатоком кухни черноморской, поскольку в этом году мы проводим фестиваль первый раз. Но для меня однозначно, что перспективы очень хорошие у такого бренда. И очевидно, что это морская кухня. И я думаю, что, по крайней мере, вам будет проще с этим, чем с брендом петербургская кухня в Петербурге. Ну вот вы как продюсер можете дать несколько советов, может быть, бесплатных, если есть такая возможность? Как все-таки вести себя Ростуризму? За что, в первую очередь, хвататься? Разрабатывать логотип, писать, может быть, какой-то даже саунд-продукт или какую-то рекламную кампанию, баннерную разрабатывать? Что вот поэтапно нужно делать сейчас и как это должно выглядеть? Я думаю, во всех случаях, в которых государство может повлиять, самая главная и первая задача – это собрать команду экспертов, которые в дальнейшем будут давать рекомендации и нести ответственность за те решения, которые будут предложены правительству. Это самое главное. Если в самом начале команда экспертов будет не сильной, либо чиновники будут полагаться на себя, тогда результат может быть не очень хорошим. В общем, главное – не торопиться, получается. Ну, нет. Я думаю, что главное – это выбрать правильных экспертов. Да, спасибо огромное. На прямой связи со студией «Лайв» по телефону был генпродюсер фестиваля «Ода и Эда» Артем Балаев. Мы говорили о создании и продвижении бренда «Черноморской кухни».